На сегодняшний день в высших учебных заведениях страны учатся порядка 530 тысяч человек. 30% из них получают образование по государственному гранту. В целях повышения доступности и качества высшего образования Ельбасе поручил в 2018-2019 учебном году увеличить количество грантов на 20 тысяч. Общежитие предусматривается. Будут гранты Акима области, а также будут гранты по иных источникам. Я думаю, что отдельно Акима районов они будут тоже выделять гранты для своих будущих специалистов с заключением договора с последующим продолжением своей трудовой деятельности на территории того или иного района нашей области. Кокшитовский государственный университет имени Шуканова-Алиханова является одним из ведущих высших учебных заведений страны. Ежегодно сюда поступают учащиеся со всего Казахстана. Актуальным остается вопрос обеспечения студентов общежитиями. Глава государства поручил до конца 2022 года обеспечить строительство новых студенческих общежитий не менее чем на 75 тысяч мест. На сегодняшний день я могу уверенно сказать, что все инициативы поддерживаются главой государства. И они начинают брать обороты именно в учебных заведениях. Дело в том, что здесь двигатель всего нашего государства – это молодежь, которая реализует все эти идеи на самом деле. И буквально недавно было совещание с участием министра образования, где говорило, что большое внимание уделяется строительству общежитий высших учебных заведений. И в том числе в нашем университете будет строиться два общежития, каждый по 500 мест, в целом 1000 мест. Мы планируем обеспечить дополнительных мест для наших абитуриентов. Пять социальных инициатив Ельбасы открывают новые возможности для решения насущных вопросов. Реализация каждой из них позволит поднять уровень благополучия и благосостояния граждан. Зарина Дюсикеева, Максат Булатулы, Дархан Сагым, Санжар Кулатай, Кукши Акпарат.